Подрядная организация приступила к демонтажу виадука на улице Семёновской во Владивостоке. Планируется, что все работы здесь будут завершены до конца года. Надземный переход около торгового центра «Кловерхаус» много лет не выполнял своих функций. Объект стоял закрытым, а пешеходы были вынуждены искать альтернативные пути, чтобы пересечь проезжую часть. По инициативе главы Владивостока Константина Шестакова, летом прошлого года на данном участке оборудовали наземный переход, чтобы люди могли комфортно и безопасно переходить дорогу. Тогда же специалистам была поставлена задача провести экспертизу объекта. По заключению экспертов, ремонтировать и запускать переход нецелесообразно, поэтому решено его демонтировать. Надземный пешеходный переход долгое время не эксплуатировался. По результатам обследования его технического состояния было принято решение, что нецелесообразна его дальнейшая эксплуатация. В результате имеющихся дефектов была разработана проектная документация на демонтаж надземного пешеходного перехода. Управление путем проведения открытого аукциона определило подрядчика. В настоящее время подрядчик приступил к работам по демонтажу надземного пешеходного перехода в районе Кловерхаус, улица Семеновская. На сегодняшний момент выполнены подготовительные работы, связанные с подготовкой выноса сетей слаботочных, находящихся внутри, и рабочие выполняют работы внутри надземного пешеходного перехода, чтобы минимизировать ограничения по движению транспорта, по движению пешеходов. То есть, максимально мы готовимся к демонтажу, выполняя внутренние работы и не ограничивая интересы наших горожан. Подрядчик рассказал, что в этом году предстоит провести демонтаж самой конструкции перехода, вынести инженерные коммуникации и восстановить конструктивные элементы здания, к которому примыкает переход, и провести другие необходимые работы. А уже весной следующего года, как позволит погода, проведут благоустройство территории. Опыт работы с подобными объектами у специалистов есть. На сегодняшний день порядка выполнено 10 госконтрактов. Данный госконтракт, он индивидуальный, он такой интересный, не совсем стандартный, это деликатный демонтаж, так называемый. Поэтому в основном демонтажи были просто методом разрушения. Здесь мы как бы ведем поэтапный, поэлементный демонтаж.